Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Прокатят с ветерком. Городской автопарк получит новые автобусы. Погодные аномалии этой осени по-прежнему главный ньюсмейкер новостей. Если в сентябре Самару бросало в жар, то в октябре уже в холод. И тоже не по сезону. Снег, который начал падать еще накануне, спровоцировал заторы на дорогах и ДТП. На 6 часов вечера в городе зарегистрировано 69 столкновений. В 6 из них пострадали люди. По области зафиксировано 13 ДТП. Травмы получили 17 человек. В ГИБДД говорят, что эти цифры мало отличаются от средних показателей. Причина тому – многие водители побоялись сегодня садиться за руль. И правильно сделали. Вместе с горожанами октябрьскому снегу удивлялась Алина Чемерес. Ранняя зима на руку только им. В день жестянщика работники автомастерских не отдыхают, трудятся. На шиномонтаж очереди с самого утра. Неожиданный снег выбил из колеи многих. Некоторые отпросились с работы, чтобы сменить летние шины на зимние. Можно, опять же, нелепо попасть в ДТП. То есть где-то не так среагировал, чуть резче тормознул, чуть резче газонул, машину повело. Скользко, мокрая дорога. Летняя резина уже не работает, под минус идет. С утра гололед. Лучше, конечно, сразу переобуться. Для того, чтобы, во-первых, не рисковать жизненными людьми. Тем, кто передвигается на своих двоих, приходится утепляться. Шапки, шарфы и зимняя обувь. Погода не оставляет выбора. В Самарском регионе уже зафиксированы первые случаи переохлаждения. Как спастись от коварной простуды и остаться здоровым, даже когда зима приходит на два месяца раньше календарного срока, многие жители города знают точно. Оделся, думаю, нормально, вроде бы тепло. И с улыбкой пошел на работу. Держать ноги в тепле, одеваться по осенне-зимнему. Но, остальное, все от себя зависит. Мы не ожидали, что будет такой мороз. И посмотрели на улицу, подумали, что, боже мой, ребенок первый раз видит снег. И детвору не испугаешь никакими холодами. Самарские школьники с трудом досидели до конца уроков. Выбежав на улицу, сразу принялись играть в снежки. По зимним баталиям ребята скучали целый год. Кстати, мама, любимое время года. Я обожаю играть в снежки с подружками, с друзьями. Это очень интересно. Согреть душу помогут любимые зимние забавы. Мы вот, например, лепим снежную бабу. Девчонки, давайте голову. Проживет наше творение примерно до конца недели. Синоптики обещают холода. Ночью температура воздуха может понизиться до минус 5 градусов. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Осторожность не помешает и при выборе места для парковки. За два дня из-за сильного ветра со снегом в Самаре на улицах Юбилейной, Георгия Димитрова и Осипенко, деревья рухнули прямо на машины. К счастью, пострадавших нет. А вот в больницах и детских садах погода налаживается. Не дожидаясь необходимого температурного минимума, городские власти объявили 8 октября началом отопительного сезона. Коммунальщики начали подключать к теплу все объекты соцсферы. В первую очередь больничные стационары, детские сады и дома ребенка. А также пансионаты для престарелых, затем школы и дома культуры. Только сегодня в планах подключить отопление в 95% учреждений. В жилых домах Самары, в городе их более 10 тысяч, теплеть начнет уже завтра. Процесс подключения отопления технологически сложный. Поэтому полностью он завершится в течение двух недель. В это время все городские коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. У нас не будет выходных. Мы будем работать в режиме, будем говорить, круглосуточном. Скажем, с 8 до 8. И пусть тепла будет происходить как завтра, в субботу, в воскресенье и пошли на ту неделю. Отопительный сезон стартовал одновременно и в 20 муниципалитетах области. По техническим причинам не подготовлены лишь несколько объектов. На их исправление уже брошены все силы, отрапортовали главы районов на видеоконференции в областном правительстве. Подготовка к зиме в губернии прошла в плановом режиме. Вице-губернатор Самарской области, однако, рекомендовал не расслабляться. Доводите все до конца и под контролем, пока не расслабляйтесь. Договорились с вами завтра, после субботы, воскресенья, рабочие дни. В понедельник должно быть 100% все включено. Причина нелетной погоды для компании «Трансайра» – не капризы октября, а финансовые проблемы. В отношении частного перевозчика запущена процедура банкротства. Сегодня авиакомпания отменила более 50 рейсов и уже объявлено об отмене 62 рейсов на 9 октября. Среди них есть и маршрут Самара-Внуково. Пассажиры отмененных рейсов полетят самолетами Аэрофлота. Но только до 15 декабря все билеты с более поздней датой вылета будут аннулированы. Их полную стоимость вернут. Список отмененных рейсов ежедневно публикуют на сайте «Трансайра». Остальные рейсы выполняются по расписанию. Мы информируем об отмене рейсов авиакомпании «Трансайра». Это происходит путем смс-оповещения колл-центра авиакомпании «Трансайра», так и мейл-рсу авиакомпании «Трансайра». Кроме того, подробную информацию публикуем на авиакомпании «Трансайра» и на авиакомпании «Росвод». Кроме того, для удобства пассажиров компании «Трансайра» на сайте этой компании был запущен онлайн-сервис, через который можно посмотреть статус рейса. В отличие от «Трансайра», у муниципального предприятия «Пассажир Автотранс» дела идут лучше некуда. Автопарк предприятия пополнит 43 новых автобуса марки «ЛиАЗ». В планах городских властей приобрести машины до конца этого года. Напомню, весной город уже закупил 82 автобуса. Они работают на газомоторном топливе. Это не только экологично, но и экономично. Довольны ли пассажиры? Выяснила Лариса Шлафаст. За рулем автобуса Александр Цаплин больше 30 лет. Ездить приходилось на разных машинах. Рассказывает, когда весной этого года получил новый «ЛиАЗ» и работать стало легче. Автобус идет плавно, в управлении легкий, в кабине для водителя созданы все условия. Хорошо, кабины отдельные. Это вот тепло зимой будет. Как в салоне будет, не знаю, но здесь тепло будет у водителя. Во-первых, отдельно. Я закрываюсь, никто мне не мешает. В этом году автопарк муниципального предприятия «Пассажир Автотранс» пополнили 82 автобуса. Они начали курсировать на маршрутах номер 1, 34 и 50. Машины низкопольные, оснащены откидной аппарелью для удобства маломобильных граждан. Работают автобусы на газомоторном топливе, поэтому гораздо экономичнее и экологичнее дизельных. Качество новых машин высоко оценивают и самарцы. Отлично. Удобно, комфортно. Тепло. Чисто всегда. Кондукторы все хорошо обращаются, всегда спокойно очень. Старые автобусы, которые союзно временно остались, их надо менять, думаю. Как вот этот большой автобус. Вот таким, да, побольше. Менять надо их. Обновление автопарка стало возможным благодаря участию в программе государственного софинансирования. Самара стала ее участником по инициативе губернатора Николая Меркушкина. В планах городских властей до конца года закупить еще 43 автобуса. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Историческому центру Самары возвращают лицо. До 2018 года отреставрировать планируют порядка 300 домов. Работы идут за счет бюджетов всех уровней и не только. К реставрации подключились и меценаты. О первых успехах совместной работы расскажет Павел Баймаков. 160-й дом по улице Ленинская. Еще совсем недавно здание больше напоминало заброшенное, рассказывает Виктор Беллеров. В этом районе он живет уже полвека. Теперь, после того, как привели в порядок фасад дома, говорит самарец, новое красивое лицо приобрела и вся улица. И душа радуется, и глаз радуется. И приятно очень. Новому облику здания особенно рады его обитатели, директор и актеры муниципального театра «Кукол» Лукоморья. До полного преображения осталось совсем чуть-чуть. Ремонт фойе, гримерок почти закончен. Остались последние штрихи в зрительном зале. Дом совершенно преобразился. Он стал иным, он стал вкусным. Естественно, сюда приятно приходить, проходить мимо, прогуливаться, ну естественно, работать. Придать зданию былую красоту удалось благодаря участию частной компании, которую городские власти пригласили к сотрудничеству. Компания «Лабгрупп» за собственные средства отремонтировала фасады трех домов старой Самары и собирается продолжить эту работу. У вас прекрасный город, и вы также должны сохранять и приумножать то наследство для ваших будущих поколений, для ваших детей и внуков. Объекты, которые сохранились с тех времен, являются лучшим связующим звеном между культурами разных веков. Мы можем только приветствовать вот такие начинания уважаемых инвесторов. Надеюсь, что это первый шаг, и за ним последуют другие, более масштабные, более серьезные. Сейчас уже есть предложение отряда компаний, которые готовы поддержать вот эти начинания, основанные в этом году. Сегодня одновременно в четырех точках Самары состоялись торжественные мероприятия в честь завершения ремонта фасадов, проведенных инвесторами. За счет частного бизнеса в Самаре уже отремонтировано шесть объектов культурного наследия. Среди них дом Алексея Егорова на улице Куйбышева, дом купцов Плехановых и усадьба Мещанки Мельниковой, что на улице Степана Разина. Городские власти рассчитывают, что на их призыв откликнутся и новые инвесторы, чтобы присоединиться к той масштабной работе по преображению исторического центра, которую сегодня ведут на городском и областном уровне. До 2018 года в планах почти 300 объектов. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. Новое туристически привлекательное лицо города в центре внимания и участников второго межрегионального форума. Статус города-организатора чемпионата мира по футболу дал Самаре шанс стать центром притяжения не только внутреннего, но и зарубежного туризма. Достигнут ли высокой планки сервиса самарские гостиницы и рестораны, узнала Марина Кравцова. Строительство одного из самых красивых в России стадионов. Новый терминал аэропорта Курумыч. Реконструкция, ремонт дорог. Реставрация фасадов. Город ждет масштабное преображение. Десятки тысяч туристов со всего мира, которые приедут в Самару в 2018 году, должны быть очарованы и красотой, и гостеприимством. Такие цели поставлены и перед властями, и перед туристической отраслью. Основное здесь все-таки это пробуждение интересов и наших людей, российских, к нашему внутреннему туризму и к нашим регионам. И это пробуждение интереса зарубежных туристов. У нас есть чем гордиться, есть что показать, есть куда привлечь и привезти туристов. Самара не случайно была выбрана местом поведения, поскольку у нас есть исторический и хорошо сохранившийся центр. Вот приведение в порядок этого центра, определение кроме гостевых маршрутов, еще маршрутов туристических. Это не только историческая часть, это и наши новые микрорайоны по московскому шоссе, по Новосадовой. Как встречать и где размещать туристов, обсуждают на втором межрегиональном форуме турпритяжения. Инфраструктуру надо подтягивать. Сейчас в Самаре около 260 гостиниц, пансионатов, санаториев. Это 18 тысяч номеров. Пока не все из них отвечают высоким стандартам. Обновить гостиницы владельцы смогут и за счет субсидий, если выиграют конкурс. Выяснят и сколько звезд у самарских отелей. В ближайшее время им предстоит пройти обязательную классификацию. Как выйти на новый уровень сервиса? Опытом делятся гости из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Коллеги из Татарстана советуют объединяться. Ни одно ведомство, ни одна организация, которая готовилась к крупным событиям, она не действовала разрозненно. Была одна генеральная линия и все очень активно занимались не для галочки, а действительно выполняли свою работу ответственно. И не было мелочей. То есть каждая мелочь, она такая, выполнялась ювелирной работой. Еще один важный момент. Превратить обслуживание в настоящий сервис. В некоторой степени поменять менталитет специалистов туристической сферы. Более трехсот участников – отельеры, рестораторы, экскурсоводы, специалисты языковых школ. Два дня будут выбирать стратегию развития. Город привлекательный для самих горожан и для гостей. Это задача стратегическая для нашего города. Я надеюсь, что по итогу форума мы получим очень большое количество ключевых вопросов, даже запросов представителей туристического сообщества, которые во многом позволят нам продвинуться вперед в реализации продвижения нашего города на этом рынке. Первые предложения от экскурсоводов – сделать электронный путеводитель по городу, специальные мобильные приложения и аудиоэкскурсии в общественном транспорте. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Самарец Сергей Кочерешко, признанный лучшим учителем года в России, встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Встреча с пятью учителями, ставшими победителями конкурса и получившими награды в виде малых и большого хрустального пеликана, пройдет сегодня в образовательном детском центре «Сириус» в Сочи. Магистраль «Центральная» в Самаре будет построена к 2018 году. Сейчас процесс подготовки материалов вышел на финишную прямую. В течение месяца будет принято решение, кто займется строительством, на каких условиях и в какие сроки будет реализован этот проект. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на встрече с руководством «Газпромбанка» в Москве. Пожар в Октябрьском районе Самары унес жизнь 68-летнего мужчины. Около четырех часов утра огонь разгорелся в одной из квартир десятиэтажного дома на улице Скляренко. Из здания эвакуировали около 50 человек. Пенсионеру спастись не удалось. По предварительной версии мужчина задохнулся. Почти 10 тысяч жителей региона имеют полумиллионную задолженность перед банками по всем видам розничных кредитов и могут быть признаны банкротами. Их долги, по данным Национального бюро кредитных историй, просрочены на 90 дней и более. По данному показателю, Самарская область находится на 14-м месте в соответствующем рейтинге регионов России. Михаил Назаров, признанный виновным в вознасиловании и убийстве двух самарских школьниц Елизаветы Васиной и Алены Косаревой, снова обжалует приговор о пожизненном лишении свободы. Юристы отмечают, что шансов на успешное рассмотрение жалобы у осужденного мало. Это означает, что уже через месяц для дальнейшего отбывания наказания он может отправиться в одну из колоний особого режима для пожизненно осужденных. Ветераны бывшего завода имени Масленникова отметили День пожилого человека. Встретиться с коллегами по цеху пришли более 300 человек. В советское время завод имени Масленникова производил элементы боеприпасов, электронных приборов и часов. Самые известные из них – Часы Победа. Специализированные подразделения «Зима» построили для заводчан и для жителей города дома, Дворец культуры «Звезда», школы, детские сады, общежития, предприятия питания, в том числе знаменитую фабрику-кухню. Сейчас завода нет, но его бывшие работники бережно хранят память о трудовом подвиге своих коллег. Совет ветеранов регулярно проводит встречи, патриотические акции и концерты. Наши ветераны, такие всеобщительные, любят собираться, на все праздники приходят. Вот даже не держат их ни погода, ни болезни, ни старость, ничего. Они приходят обязательно каждый праздник, они ждут. Пролетариат снова в моде. Почти половина самарских выпускников выбирает технические профессии. Спрос на них растет с каждым годом. При этом знакомство с потенциальными работодателями происходит еще в школе. О самых востребованных специальностях дня сегодняшнего и будущего – репортаж Алины Чемерес. Найди занятие по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. С философом-конфуцием 11-классница Анастасия Сергеева полностью согласна. С профессией определилась еще в пятом классе. Будет химиком-технологом. Я бы хотела свою работу связать с командировками. Я сейчас мечтала посетить Север-Россия и связать это с работой. На вопрос, кто такой каменщик, 70% школьников. Даже не смогли ответить. Между тем, сейчас это одна из самых нужных профессий. А вот юристов и экономистов более чем достаточно. Тем не менее, среди тех, кто ищет работу, больше всего специалистов именно этого профиля. Сегодня в Самарской области зарегистрировано около 40 тысяч вакансий. Инженеров и технологов требуется в три раза больше, чем менеджеров и учителей. Наиболее востребованы сварщики, токари, наладчики станков. Чтобы человек нашел свое место на рынке труда, важно как можно раньше его профессионально ориентировать, уверены специалисты. Сегодня почти треть самарских школ наладили сотрудничество с предприятиями. Чтобы дети увидели это предприятие, познакомились с теми профессиями, и у них появился интерес к этим предприятиям. Чтобы профориентационная работа шла не вообще, а очень целенаправленно. Те, кто работают сегодня на предприятиях, в основном средний возраст работающих это 44-46 лет. Они уже подходят многие к пенсионному возрасту. Через 10-15 лет они выйдут на пенсию, а их нужно, естественно, заменять, должно быть замещение молодыми кадрами. И потребность сегодня очень высокая. Среди выпускников школ интерес к техническим профессиям растет. Только в этом году почти половина из них пошли учиться на инженеров и строителей. Что касается профессии будущего, эксперты заявляют. Через 5-10 лет самыми востребованными на рынке труда станут специалисты в сфере робототехники, мехатроники и информационных технологий. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Магия пленки. Киноклуб «Треугольник» открыл шестой сезон встречи с самарскими актерами, которые принимали участие в съемках фильма «Жизнь и судьба». Легендарный роман Василия Гроссмана в советские годы, подвергшийся жестокой цензуре, спустя десятилетия был признан одним из лучших произведений о Великой Отечественной войне. В Самаре в нем уделено особое место. Ностальгические кадры и курьезные случаи на съемочной площадке в материале Лариса Шалафаст. В Куйбышеве в 1942-м набилось все, что было эвакуировано из Москвы. Наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Улица Фрунзе, костел, исторический центр города, словно готовая декорация к фильмам. На один год, когда шли съемки, Самара снова стала Куйбышевым с 40-х годов. В этих улицах и подворотнях режиссер Сергей Урсуляк увидел и военный Саратов, и Казань. В эпизодах фильма принимали участие самарские актеры. На творческом вечере в киноклубе «Треугольник» они поделились воспоминаниями о забавных случаях, которые произошли на съемочной площадке. Меня начали когда гримировать. Урсуляк говорит, Дима, иди сюда. А зачем тебе гримировать? Давайте замотаем ему лицо. И мне просто замотали бинтом вот так лицо. И поэтому я в себя по бинту там узнавал. Сцена вторая, это был у меня «Черный кот». Ну «Черный кот» это прелесть. Это привезли кота из Москвы в Самару в марте. Кто слинял тут же. Взяли какого-то дикого кота, который ободрали. Мы двухминутную сцену снимали 2 или 4 часа. Творческие встречи с актерами и режиссерами для киноклуба не редкость. «Треугольник» появился в Самаре 4 года назад. Основная задумка создателей – здесь зрители смогут увидеть то, что не покажут в широком прокате. Мы стараемся показывать те фильмы, которые пока нельзя скачать в интернете. И поэтому интерес есть. И он как бы, ну, сложно выстрелить кривую, но я думаю, что за последние года 2-3 он, наверное, все-таки увеличился. В новом сезоне киноклуб «Треугольник» готовит для зрителей интересную программу. В октябре в кинотеатре «Художественный» пройдет творческая встреча с режиссером Алексеем Федорченко. Кинолекторий, посвященный памяти Осипа Мандельштама и фестиваль «Другая анимация». Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. Самара связана и с судьбой Марины Цветаевой, со дня рождения которой сегодня прошло 123 года. Цветаева с будущим супругом Сергеем Эфроном останавливалась здесь на несколько дней во время путешествия по России. Молодая пара бывала на Троицком рынке, спускалась к Волге, любовалась ее красотой. Это было 15 июля 1911-го. Дату историки установили по открыткам, которые поэт, Цветаева не любила слово поэтесса, отправила с сестрам Эфрона в Москву и поэту Волошину в Коктебель. Спустя годы, в тот же июльский день, сюда, на Волгу, в пересыльную тюрьму попала дочь Цветаевой, Ариадна Эфрон. Побывал уже в Куйбышеве и ее сын Георгий. В ноябре 1941 года на вокзал прибыл поезд. Стоянка продлилась весь день. За это время Георгий успел немного пройтись по Самаре. Впечатление у него осталось такое же, как полвека назад у его деда, отца Цветаевой. Вполне европейский город, вспоминал он в письмах. Главные улицы залиты и продолжают заливаться асфальтом. И один дом красивее другого. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok